А ведь красная таблетка совсем не у нас зародилась, потому что для Америки феминизм оттуда пошёл. Вот. Итак, здравствуйте, с вами Пронин и Калинин. Добрый день. А ты про какую тему хотел поговорить? Да не знаю. Про Хайзенберга. Ладно, не смотрел этот сериал? Да, это не потянем разговор. Да мы вообще-то про Red Pill что-то подняли тему. Да, посмотрели ролик, там где девушка говорит, что если ты... С огромными губами. Да, что ты 500 тысяч в месяц не зарабатываешь, то ты не достоин жить. Извините. Да, и вот интересно. Это я шу-шу. Вот интересно, что ты про это думаешь? И Red Pill? Ну, я начал говорить про то, что это, я вижу, вот, знаешь, такая тема пошла сейчас. Некоторых мужчин называют куколдами. Или куколдами, короче, непонятно. Я вот... Это новый термин, который кто-то изобрёл. Я думаю, что вот среди женщин идёт вот эта война против нормальных мужчин с целью их унижения... Ну, не знаю, с целью их, как же это термин называется, помнишь, ты вчера упоминал, когда человек, ну, как цыгане, так могут... НЛП, НЛП. НЛП технологии? Вот, женщины против мужчин ведут войну. Они делают постановки, и они приходят в ресторан какой-нибудь дорогущий, и этот парень, когда они якобы встречаются... Ну, знаешь, написали сценарий, типа, раскидали такие условности, и, типа, все думают, что они... Ну, типа, если вот, смотри, видят видео, где парень с девушкой, все думают, что это, типа, пара, которая, типа, куда-то приходит. Ну, даже если на улице ты его видишь, типа, парень с девушкой, ну, чаще всего люди вокруг подумают, что это пара. Типа, а это могут оказаться брат с сестрой или вообще... Неважно, короче, просто друзья. И вот, сейчас они делают такие постановы... В Ютубе. Ну, да, и выкладывают в Ютуб, в ТикТок, в Инстаграм, типа, вот таким, типа, должен быть парень, и потом парень за все это платит, потом вызывает такси, либо у него суперхуенная тачка, и он все бабки, которые зарабатывает, в нее бухает, там. Вы что думаете, это я за своим телом просто так должна на свои бабки, что ли, ухаживать? Типа, это достается тебе, типа, да, вот так они думают. Ради тебя тебе делают. Вот такое отношение они делают с постановки, вот такую должен быть настоящий мужчина. И да, некоторые мужчины, настолько обезумевшись от того, что им уже никто не дает, они готовы делать все, что угодно. А если эти мужчины-дурачки еще оказались богатенькими, то что нужно, кстати, для них... Они же охотницы, типа, им нужно, типа, где больше выгоды. Вот, делают такие постановы, а потом после этого все женщины начинают думать автоматически, что идеал женщины, он именно такой. Они, по сути, они сами себе выдумали идеал мужчины, как им выгодно. Женщины, кстати, могут сказать, что они, то есть мужчины, как раз-таки и тоже делают идеалы. Вы сами, типа, тоже, может, ну, как бы, знаешь, ответочка. Если бы нас женщина слушала, она бы подумала, блядь, а вы сами-то, сами-то. Какие идеалы, типа, стирать вот это, готовить, встречать. Сормики какие. Вот в последнее время начали просто люди рождаться с уродствами, и общество приняло их, и говорят, да, не надо на них смотреть, как на уродов. Они также являются частью общества, вот эти, знаешь, разноцветные, как их радуга. Дауны? Радуга, блин, какая? Радуга, это же вроде даунов. Прикиньте, вы, вот кто-нибудь думал, что вот радуга, это символ даунов? Радужные люди говорят. А радужные люди, сейчас такая тема идет, как она называется? Блин, толерантность, что-то такое. ЛГБТ? ЛГБТ, да, 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 ЛГБТ. И они распространяют пидорство, лесбиянство, там, я не знаю, вот эти всякие извращения. И в массы говорят, что да, есть разные люди. И некоторые могут сказать, что они родились в теле девушки случайно, чувствуют себя парнем или наоборот. И это общество должно принимать. Почему? Кто решил, что это общество должно принимать? Кто? Я, как часть общества, я против этого. Вообще моего согласия не было. И у меня вообще никто не спрашивал. Кто составляет эту статистику? У меня ни разу в жизни никто не подходил и ничего не спрашивал, типа, что я об этом думаю. Вообще, абсолютно. Сколько на улице ходишь? И вот эти статистики по опросу жителей. Конечно, если опрашивают только бабулек, а не у тебя будет мнение бабулек. Если они вообще опрашивают. Что ты думаешь сам по этому поводу? А что думает по этому поводу Пронин? Да, что думает Пронин? Так, я вот считаю, что если смотреть по эволюционному развитию от микроба женщины, грубо говоря, да, сейчас, которая, как она себя выглядит, этому микробу как бы выгодно было паразитировать. То есть, она, эта часть микроба была такая слабенькая, а был микроб мужчина, он был посильнее, да, потому что конкуренция большая. И получается, женщине микробу было выгодно паразитировать на более сильном, чтобы на его плечах ехать. И эта штука, как бы, одно поколение так делало, другое, третье. И, а когда одну вещь делаешь постоянно, так как в работе, ты профессионалом становишься. То есть, прогрессированное, прогрессивное развитие паразитизма на каких-то плечах там, да? И получается, их в наше время, женщины на очень высоком уровне паразитирования, в плане, как они умеют паразитировать. В 80-го уровня. Да, и на данный момент, после роликов Ютуба, которых очень много сейчас, мы видим, что у них какая-то новая открылась возможность паразитировать. Это вещать в Ютуб, что каким должен быть мужчина, чтобы им легче ехать на нем было. Что-то тяговитость, видимо, пропала. Да, и сейчас такие планки поднимают, что 500 тысяч в месяц. Вот как бы... А сколько, интересно, они способны зарабатывать? Вот непонятно, чем они могут зарабатывать. Те, кто называют 500 тысяч, скорее всего, зарабатывают не меньше или, например, в половину этого хотя бы. Раз они ставят такие планки. Ну, я думаю, что они зарабатывают свои... Мне кажется, это просто новый навык паразитирования к этому. То есть мы привыкли... Ну хорошо, а какие характеристики мужчины в течение времени сформированы вообще по всему миру? Ну вот зачем по всему миру? Просто вспомнить наше детство, советские мультики. Кто там был? Мы похожим на Гагарина. Нет, дядя Степа вот мультик был. Нам из детства внедряли, да, чтобы ребенок программировался на силовые структуры. И вот наш идеал был. А сейчас они рисуют другой идеал, чтобы... Мужчины, которые сейчас адекватные становятся, их слушали и поднимали свою планку. Я это не в хорошем плане говорю, планку поднимают. Всегда же не очень-то перепрыгивать на новый уровень. На одном уровне бежать это проще, а тут раз в планку подняли. То есть мы из этой планки как будто выбиваемся, а новое поколение мужчин, там, 18-летних, они начинают уже более... Подходить за эту планку? Подходить, да, стараться подходить под более высокие требования. Потому что они хотят пить получать. Ну да, чаще всего это из-за этого происходит. Все только из-за этого. Абсолютно все беды от баб. Все воины говорили от баб. И в войну, и вебы, и все что угодно. Ну, может, с одной стороны, это хорошо, потому что, наверное, и мир существует из-за баб. Ну, как минимум, такой нет. Ну, это однобокое мышление, нужно говорить. Хорошо, что существуют и бабы, и мужчины, потому что... Не, ну погоди, а давай возьмем параллельную вселенную, где якобы не существует баб. Что было бы в таком мире? Я не знаю, ну... Это... Подожди, подожди, ты не говори про... Ты с землей начинаешь сравнивать там, где определенные особи, определенные роли. А если роли этих нету, то есть ты говоришь, что одни мужчины остались, это обычный человек сразу про гамм... И подумает. Вот. А если не брать нашу планету, как бы... Почему именно остались? Я говорю, любую другую альтернативную вселенную, где, например, нету размножения половым путем, где существует только Атланты, например, в которой, типа, все мужики, типа, нету женщин Атланты. Ты где-нибудь видел Атланта с изображением, там, таких, там, и вот остального? Атланты это мужчины, только мужчины. Ну, вот раса живет в параллельной вселенной. И нету женщин, нету таких паразитов. И все так же вокруг, то есть... Но, имея знания, которые мужчины имеют сейчас, например, мы бы могли цивилизацию вести очень далеко вперед. Ну и что, вот остались одни мужчины? Женщины скажут, да, бля, ты развивался нам быстрее. Ну, это понятно. Нет, они сразу за физиологию спать. Как мужик, типа, ребенка родит, там, он ничего не умеет, правильный камень не встать. Ну, погоди, а если вселенная альтернативная... Ну, то есть, только нужно истать гендера. Вот нету гендера. Есть, например, в природе у нас какие насекомые, допустим, которые бесполые, там, ну, то есть, природа, она придумала, другой вариант, а, полипы там почками всякими отлетают. Мы считаем, допустим, человека таким, кожа плотная, да, а если бы не была плотная, например, в море слизней всяких нету, он типа отрезался, например, сам даже, решил, что нужно делиться. Отрезал палец, этот палец, ну, да, клетка просто вот отщепилась, неважно, в какой кусочек там пальчик. Любая клетка решает разделиться в тот момент, когда захочет. Он разделился, и обязательно хватит по частям, 50 на 50. А может, если бы просто маленькая частичка разделилась, и начала кушать потихонечку, вес на пиратке. Как если бы вот человек играл, например, в любую игру от одного персонажа, и, хоп, человек делает сохранение в каком-то определенном моменте, и на самом деле он в этот момент, в этом моменте, как клонируется, то есть, предыдущий его клон остаётся в этой точке развития, а оригинал, получается, выходит на руку, ну, как бы, создаёт себе копию, и идёт, ну, то есть, вот эта копия, она является оригиналом. То есть, как это, если бы краб сбрасывал панцирь, и после этого новый краб, ну, который, краб, который вышел из панциря, пошёл бы дальше по своим делам бродить, а вот панцирь восстанавливался бы в краба, и этот краб был бы копией первого, ну, краба, и пошёл бы заниматься ещё другими своими делами, понимаешь? Маленькая вставочка. Продолжаем. Пронин, рассказывай, что думаешь про Раддпилд? Я с ней познакомился после разрыва отношений. Так-так-так, а это же интересно. Когда был вопрос, почему так происходит, и начал изучать, ну, всё глубже, глубже информацию получал, ну, потом как-то глаза открылись на вообще отношения с женщин, с мужчинами. Ну, в целом, в принципе, я согласен. Вот другой вопрос. Люди много выдвигают всякого, а я вот не знаю, что делать с этим. И надо мне это, когда можно просто в стороне от этой всей фигнеты пройти. Ладно. С вами были Пронин и Калинин. Пока-пока!